добрый день дорогие подписчики канала и вот латвия и те кто к нам сегодня присоединились мы приветствуем и рады вас видеть и слышать сегодня мы с вами приехали снова в юрмалу и хотим вам показать очень интересно одно местечко которым опять таки не часто рассказывают риэлторы и которая мне очень очень нравится она находится в самом центре юрмалы это дзинтере это майори и как за железной дороге так сразу не престижно и какой тут эксклюзив мы вам будем показывать я вам покажу сегодня эксклюзивную неэксклюзивную юрмалу то есть ту юрмалу которую в общем то считает почему то не эксклюзивной но на самом деле она по сути дела такого и является и вот сегодня я вам ее покажу расскажу что в этой части юрмалы есть как и квартиры так и можно купить землю с домом поэтому есть различные варианты здесь рядом абсолютно вся инфраструктура юрмалы что очень большой плюс поэтому я считаю что в принципе эту часть можно считать эксклюзивной при определенных условиях которых надо будет помнить и соблюдать и тогда если вы все это в голове сложили и учитываете вы действительно подберете себе алмаз который будет стоить в три раза дешевле чем тот который находится за железной дорогой то есть между морем и железной дорогой ну вот железная дорога как вы видите совсем рядышком вот это самое начало дзинтере вы помните эту новостройку которую видит любой человек который приезжает юрмалу или машины или автобусом или по железной дороге вот железная дорога здесь 20 метрах мы ее переходим и вот если будем идти здесь по прямой то вот там мы на глобусы выйдем и на концертный зал дзинтере то есть самое начало дзинтере и сразу железной дорогой вы видите начинаются первые новые проекты которые были построены буквально два-три года назад эта улица ригас который идет параллельно железной дорогой и находится за железной дорогой и то есть между железной дорогой и рекою расстояние в дзинтере и майре между железной дорогой рекой достаточно большое она где-то порядка полутора километров простым легким неспешным шагом это займет у вас от железной дороги дойти до реки где-то минут 15 и соответственно если вы живете между железной дорогой рекой у вас находится либо квартира Либо находится дом То от вашего дома или вашей квартиры До концертного зала Центри До улицы Йомас, до моря У вас дойдет неспешным шагом До 20 минут времени Как вы понимаете, когда вы вышли и прогуливаетесь В принципе, летом это вообще никакой проблемы нет Да и зимой я вам скажу то же самое На самом деле я жил в этой части Достаточно долго И могу вам сказать, что она кроме положительных эмоций Никаких других у меня никогда не вызывала Никогда не вызывала ситуации, что ты вроде бы идешь И много, долго времени Надо идти до моря, до улицы Йомас До реки В общем, важно, что здесь река находится рядышком То есть, если вы не захотели пойти на море Потому что там вода холодная летом Отлив, допустим, да То в реке эта вода постоянно теплая И, соответственно, в этом отношении есть определенные плюсы А что касается инфраструктуры, то я вам сейчас ее покажу Ну вот, этот проекте, который стоит на улице Ригас Видите, идет поезд То есть, он где-то в метрах Ну, 70-80 находится От железной дороги Поэтому, в принципе, проект-то хороший Видите, новый По всем правилам построен Находится на улице Ригас 49 и 51 Это два дома Такие у больших построенные были Сейчас они обживаются То есть, их покупают Ремонтируют внутри Стоимость квадратного метра В этих новостройках составляет 2200-2500 евро За квадратный метр С отделкой Можно уже даже договориться Видите, три-четыре этажа Они В принципе, очень удачный проект Один из недостаточков Все-таки Достаточно близко находится Железная дорога Мне это не очень нравится Но не могу сказать Что он стоит прямо на железной дороге Как на Бривус проспекте Я вам показывал проекты Когда мы с вами говорили О нюансах И нахождении рядом Железной дороги Здесь такой Близости к железной дороге Все-таки не наблюдается Потому что 80 метров Это уже чуть дальше Хотя ее, конечно, будет слышно Вы скажете Но есть же часть, которая находится Лицевой стороной Вот стоит на улице Ригас Да Но улица Ригас Тоже достаточно активная улица То есть, в ней достаточно часто ездят машины Особенно утром и вечером Когда люди едут на работу И с работы Поэтому есть определенные нюансы Которые тоже надо учитывать И они такие своеобразные Ну, следующий проект Который стоит На улице Ригас Которая точно так же У нас положена В 100 метрах от железной дороги Вот в улице Ригас По которой едут машинки сейчас Видите, тоже новый проект Опять-таки 2 200 2 500 евро за квадратный метр В зависимости от уровня отделки Можно тут найти себе квартиру Да, конечно Вы спросите А сколько метров? Ну, вы понимаете Что здесь квартиры Это 2-3 комнаты Это порядка 60-70-90 квадратных метров Да, я понимаю Что всем, конечно Зас хочется иметь 70 квадратных метров Это достаточно тяжело найти Ну, стоит задача Будем искать Но в целом Конечно же Это самый такой Востребованный По количеству комнат Желательно 3 комнаты Еще бы Чтобы 70 квадратных метров Было Это, конечно, идеал Но, понимаете Все не получается так отстроить Потому что строители Пытаются как-то маневрировать Ну, в целом Вот такие цены В зависимости от цены 15 минут разница До ходьбы, до моря Разве это проблема Когда вы гуляете по Юрмале Я думаю, что нет Ну, сейчас мы немножко С вами переместились По улице Рига Со стороны улицы Дзентеру Сторону Магери Если сейчас Вот, где вы видите Горе светофор Это железная дорога Вы перейдете Железную дорогу Вы попадете через Буквально Две улицы Это будет Улица Йомас То есть Вы идете прямо Посередине улицы Йомас Ну, что по инфраструктуре Конечно же Здесь соблюдена Абсолютно вся инфраструктура Центральной Юрмалы Улица Йомас Вы понимаете Соключается И абсолютно Всю инфраструктуру Которая есть В городе Юрмале Ну, а здесь еще За железной дорогой Вы увидите Школу В которой можете Отдать своего ребенка Учиться Здесь вы увидите Ледовый холл В котором можно Покататься на коньках И поиграть в хоккей Здесь вы увидите Речку Которая Очень красивая Которая оборудована Я вам покажу Насколько хорошо она оборудована Здесь есть много Маленьких магазинчиков Продуктовых Я вам их тоже покажу Обязательно зайдитесь И вы будете в этих местах Потому что Большие магазины Они, конечно, покупают товары У одних и тех же поставщиков А вот эти вот маленькие Магазинчики Они действительно Покупают Отдельно Где-то берут товары И они уникальны В своем роде То есть в другом месте Нигде таких товаров Не приобретете Поэтому никогда не проходите Маленькие магазинчики Юрмалы И заходите в них Обязательно получите Массу удовольствия Главное, ваши детки Получат массу удовольствия Потому что таких Сладочных вкусняшек Они не купят нигде В другом крупном магазине Но мы с вами сейчас Подойдем к речке С одной единственной целью На берегу этой реки Вот именно в этом месте Продается участок земли Стоит он 200 евро За квадратный метр То чтобы вы просто понимали Отличие То есть мы с вами говорим Между железной дорогой И морем Какие цены Ну там будет сразу 500, 600, 700 евро За квадратный метр Здесь сразу На берегу реки Есть участок земли Который стоит 200 евро Ну понятно За квадратный метр Ну понятно Что цена хорошая Если бы не определенные Но Вот этот вот Ледовый холл Это школа И понятное дело Что в этом месте Вот участок земли Который стоит 200 евро Он никому не нужен Это дорогая цена Из-за того Что здесь просто Есть определенные нюансы Которых надо помнить Я всегда говорил о них Но если бы этих нюансов Не было И этот бы участок И находился бы немножко Вдалеке То есть вот хотя бы Вот в рамках тут 50-100 метров От школы Подальше То он бы уже стоил бы 300-400 евро За квадратный метр И был бы востребован Поэтому надо это держать В голове и помнить Потому что в этом месте Есть не только Многвартирные дома Но есть также И участки земли Которые действительно Очень хорошие Находятся в хорошем месте Но надо только смотреть Окружение Чтобы не было Многоквартирных домов Чтобы не было Громких учреждений Рядышком И можно себе Подобрать Действительно Очень хорошее место За вполне нормальные деньги В три раза дешевле Чем на той стороне Железной дороги Не проходите Маленькие магазинчики Тихой Юрмалы Обязательно На них зайдите Это то, о чем я с вами говорил Вот на Ригас-32 Находится именно Как раз таки Такой магазин Который проходить Мимо нельзя Ну а уже ближе к реке По улицу Плуду Ильяне Плекшина Это уже ближе К речке Относительно Железной дороги Вы уехали Из армитетов 800 Уже к самой реке Здесь уже Такая советская застройка Как вы видите Сделана Есть дома Которые реновированы Пусть утеплены Есть которые Стоят Видите Как были Цена Квартир В этом месте Составляет Где-то 1000-1100 евро За квадратный метр Это будет советский ремонт Поэтому Если у вас Не так много денег И вы Не можете Позвольть Новый проект То Welcome Потому что Покупать в Дублтах Или еще хуже В Каугури Как многие покупают В Дальней Юрмале За те же самые Фактически деньги Но это глупости Проще это сделать здесь Вот он детский сад Поэтому Школа Детский сад Большие магазины Маленькие магазины Речка Море Вся инфраструктура Центра Юрмала Здесь все находится В шаговой доступности Поэтому Все что вам только Для души угодно Все здесь есть Обратите внимание Как правильно Секторально Застроена Эта часть Юрмала Квартирные дома Советского села Построены в одном месте И они как бы Не смешиваются С малоэтажной застройкой То есть Здесь уже начинаются Частные домики Вот видите Да С правой стороны Мы сохраняем С вами Вот эту вот Старую Советскую застройку Здесь вот гаражи Это еще В советское время Все застраивалось Так Далее уже Это заливные Луга Лелупе То есть буквально В 300-400 метрах Здесь находится Уже речка Лелупе Там уже можно купаться И загорать Прекрасные места есть С левой стороны Отстроен новый проект Он был построен В 2008 году В 2008 году До первого такого Кризиса по недвижимости Еще Цена квартир В этом доме С отделкой До 2000 евро За квадратный метр То есть это новостройка Но я бы Не советовал бы вам Здесь покупать квартиру По одной простой причине Вы видите Где она стоит Это болото Это заливные луга И несмотря на то Что сейчас там Все более-менее Облагорожено И сухо И человек Который приезжает сюда Он не поймет Что происходит За 10 лет Я видел Как этот дом Стоял в воде Сантиметров на 50 То есть полметра Была вода Но вам нужен Такой дом Я думаю Что нет Зачем Надо избегать Таких вещей Кстати здесь Планировали построить Такой же дом Как вот этот Но плюнули Потому что Когда начали копать Пару тракторов И экскаваторов Тут просто утонуло Их потом вытаскивали Очень долго И тяжело И до сих пор Этот бассейн Стоит наполненный водой Он такой Как бы искусственный пруд Ну и никто На нем уже лет 10 Ничего не пытается Попробовать построить снова Ну а уже С противоположной стороны Вот уже все Начиная от этого Многоквартирного дома И далее Это одноэтажная Двухэтажная Максимум до трех этажей Застройка Частными домами Прекрасное место С которого вы можете Все приобрести Участок земли Построить дом Или купить уже Дом с участком Причем здесь Различные очень Метражи есть Очень высокая площадь Застройки Поэтому можно купить Буквально 400 квадратных метров Земли И там может уже Стоять дом Вполне полноценный Нормальный Достаточный Можно найти участок И тысячи квадратных метров Какая цена здесь Вот в этом месте Цена будет 200-300 евро За квадратный метр То есть Все будет зависеть От участка От ваших соседей Насколько ухожены Рядышком домики Насколько Правильной формы участок Если он будет прямоугольный Правильной формы Он будет подороже Если он будет кривой Он будет значительно дешевле Стоит ли он рядышком Прямо вот как тут С мой квартирным домом Это будет цена подешевле Если он будет стоять В глубине В метрах 50 Оттуда В частных домах Или на квартирных домах Как вы тут видите Наблюдаться рядышком Не будет Тогда этот участок Будет стоить Уверенно 300 евро За квадратный метр Ну а дальше Уже стоимость дома Зависит от того Что там за дом И какого он уровня Какой он отделки Это уже соответственно Ищите по себе Что вам тут нравится Но место Замечательная Инфраструктура Супер Все что необходимо Для жизни здесь есть Шаговая доступность До улицы Йомас До моря Шаговая доступность До реки На реке оборудованы На местах Где можно купаться Здесь есть сады Садики Здесь есть большой магазин Топ В котором вы купите Все что вам надо Здесь есть много Маленьких дополнительных Магазинчиков В которых может что-то докупиться Поэтому место отличное И могу его Ранее рекомендовать вам Как для частного дома Так и для квартир Причем вы видите Что квартиры абсолютно Разного уровня И очень дорогие И средние И советского типа Которые дешевые Поэтому на любой вкус И кошелек Все что вам здесь необходимо Вы здесь В этом месте Найти сможете Очень хорошее окружение Людей То есть здесь Очень мало Всяких Деградирующих элементов Они находятся туда Ближе к Дзинтари Почему-то Как-то там Именно они собираются А в этой части Между Дзинтари и Майри Здесь очень хорошая публика Она такая Среднего Выше среднего достатка Старые юрмальчане Которые здесь живут Уже испокон веков Умирают Передают свою землю По наследству И не продают ее Во многих случаях Поэтому Только могу положительное Сказать вам об этом месте Будете приятно удивлены Ну а мы с вами сейчас Уходим возле реки Это местечко Посмотрите Вот Имейте домик В таком месте Да конечно Есть определенный минус Один Уже вижу его Это вот эта вот дорога По которой может проехать Любой человек На своей машине Это конечно Минус Лучше бы конечно Было бы сразу В река Ну что делать Мы с вами говорили Что уже таких эксклюзивных Мест действительно Истинно Не так уж много Но в принципе Для нормального Комфортного проживания Место совсем даже неплохое Посмотрите как оборудованы Красиво здесь На побережье реки Лилупе Детские площадки То есть Ребенок может приехать Особенно как здорово Здесь летом Кататься на грузельках На качельках Полазить на кораблики Ну все что необходимо Для хорошего отдыха Здесь и есть И народ конечно Это место ценит И пользуется им Есть гаражи Советского типа Где хранят люди Лодочки Еще с советских времен Ну Понятное дело Что когда подбираете Себе надо смотреть Место окружения Но в принципе Место очень достойное Ну и завершая наш Сегодня с вами Рассказ Я нахожусь На перекрестке улиц Петера Кемеру Посмотрите какое Здесь место Я буду вам сейчас Поворачиваться Показываться Какие прекрасные Маленькие домики Стоят в округе Нету абсолютно Многоэтажного Строительства никакого Предельная тишина Сосны И комфорт До моря здесь 20 минут пешком До улицы Йомас 15 минут пешком До всей инфраструктуры 15-20 минут пешком Одно из самых Замечательных мест Юрмалы Которое я вам Крайне рекомендую Посетить И обратить на нее внимание Спасибо дорогие Что вы с нами Что вы смотрите нас Не забывайте нас Мы тоже будем стараться Вас радовать новыми выпусками И поучительной информацией До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok